всем привет друзья сегодня у нас будет обзор на автомобиль из игры сноураннер ну точнее можно сказать что этот тягач трактор а и сегодня за у нас кировиц к 700 это первая лицензированная копия советского автомобиля в сноураннер он представляет собой огромный трактор предназначенных для выполнения различных сельскохозяйственных и других работ главный конструктор жозеф котин разработавший советские тяжелые танки как и многие другие виды техники в ссср в годы холодной войны к 700 разрабатывался как продукция двойного назначения в военное время его предполагалось использовать как артиллерийский тягач в игре он полностью соответствует оригиналу впервые кировиц к 700 дебютировал в спинтайр с затем в модранер его можно оснастить знаменитой клешней или ремонтным модулем дающим 800 очков ремонта и 4 запасных колеса кроме того это одна из двух машин в игре которым можно цеплять прицепы используемые для сельскохозяйственных работ 2 это кировиц к 7 м у него также есть собственный уникальный набор огромных 63 дюймовых шин аналогичных к терпилору 745 си и азов 4220 антарктик у нас обзоры тоже есть на него но меньших по размеру и сочлененная подвеска что делает его близким родственникам которые позволяют ему относительно легко путешествовать по очень глубокой грязи в целом хотя это не самое полезное транспортное средство в игре она все же может использоваться в определенных сценариях получить его можно на карте перекресток в регионе башни он дается в качестве контракта пробуждение зверя от harvest corp посетив свалку и доставив его на стоянку ну что ж и теперь перейдем непосредственно к самому автомобилю уже давайте начнем с тюнинга так по двигателю на стаде двигателя на выбор мощность масса а далее коробка передач 3 штуки улучшены специально можно поставить подвеска у нас только одна шины только 60 63 дюймовые ну соответственно ставятся такие же как и везде но в принципе вот ну вот эти вот у него типа свои ши давайте их оставим посмотрим еще как он на них будет далее ну соответственно тяжелых моторная лебедка и у нас есть серийное заднее либо серийное заднее крыло это вот так вот либо модуль с кунгом пожалуйста либо погрузочный манипулятор прям вот такая клишиня так ну я думаю мы оставим все в стоке и посмотрим как это все хотя может быть техпомощью давайте как техпомощь будет ездить почему бы и нет а крыло вот можно даже оставим все равно без крыла не очень как диски у нас на этих колесах только одни цвета пожалуйста вот можно полностью перекрашиваем вообще весь перекрашивается то есть и рама перекрашивается все вообще перекрашивается абсолютно все ну кроме соответственно шин и дисков соответственно такие вот у нас цвета есть двойные ну оставим первый он более-менее самый наверное подходящий так ну и все по машине то переходим наверное уже к внешнему виду и там посмотрим эти два грузовика чуть-чуть с другого ракурса ну соответственно так у нас выглядит столько и и в топе собственно различий внешних абсолютно нет никаких различия у нас только в коробке и в двигателе шины я также не менял то есть на стоковом и на прокачанном экземпляре я оставил стандартные шины так ну собственно сказать то нечего то есть полная копия трактора пожалуйста два бака у нас один здесь другой здесь и с этой стороны тоже есть бак общий объем 340 литров топлива есть видео . сзади круто номер пожалуйста у нас тоже есть причем не советские уже такого нового образца идет квадратный номер сказать то нечего особо давайте в салончик глянем салон у нас вот пожалуйста ну чисто советский трактор есть аптечка тут какая-то инструкция у нас давление воздуха в шинах тут написано да какое чего должно быть также и я так понимаю это либо коробка передач как пользоваться либо каким-либо приспособлением то есть сзади вот это к лишнего возможно там или или каким-то вот этим устройством здесь у нас все показом метры соответственно какие-то температуры масло в двигателе я так понимаю соответственно давление скорее всего масло в двигатель давление турбокомпрессор пневмосистема гидросистема кпп ну и я так понимаю вот это у нас что-то обороты скорость ну намного она не рассчитываю так что тут он по моему только до 35 километров размечена табличка внимание повороты трактора производи при наибольших оборотах двигателя для этого выбирай передачу на которой обеспечено безопасное движение на этих оборотах крутые повороты производить только на передаче первых и вторых режимов также здесь какое-то у нас устройство трактора вон там трактор у нас показан в профиль какие-то таблички таблички порядок включения чего-то включение чего-то подогрев топлива розетка электродвигатель свеча накаливания ну что-то тоже такое здесь совсем не видно то есть если находить эту табличку через файл этого возможно она можно посмотреть ну либо на настоящем кировцы ну собственно у нас здесь второе сиденье и все отчет тут еще нужен то тут больше ничего и не может быть так посмотрим на светотехнику этого нам нужно ночь так запускаем двигатель так пожалуйста вот у нас горит также у нас опознавательный знак какой-то возможно тех что тех входное транспортное средство сзади у нас два габаритных фонаря стопы стопов нет то действительно стопов нет а задний ход задний ход где-то а погоди знаешь как все сделаем кунг надо убрать вот вот у нас задний ход пожалуйста вот он тут а стопов действительно да действительно их нету так ну поняли поехали тогда уж на испытание сразу так итак первое испытание у нас подъезд давай заезд в горку смотрим здесь наверно лучше повышенную включить иначе он будет скидывать передачу шин сцепления шина возможно не хватит просто-напросто до проскальзывают шины двигатель то тянет а вот шины проскальзывают но забирается был был бы какой-то груз не забрался бы это вот конечно проблема всех этих грузовиков на таких больших колесах то что у них очень плохое сцепление с дорогой так я еще заметил у нас водила передача переключает через дверь здесь как бы не отразили его анимацию он лупит рукой а у нас коробка передачи тут нету я вообще подозреваю если у нас есть пневмосистема кпп то она возможно с гидравлической гидравлическая как оптиматическая ладно это уже надо гуглить а мы поехали на вторую дорожку также наверно включу повышенную передачу до забыл сказать у нас постоянный полный привод и постоянная блокировка дифференциала в принципе ему даже стоковому мощности должно хватить но нет не хватило на повышенной придется пониженную включать все готов едем на третью ну и третья дорожка у нас это грязь сборку сразу включим пониженную передачу принципе на таких-то колесах он не должен особо застревать но редуктор у нас висит довольно низко поэтому смотрим что из этого получится ема ну хотя блин грязь довольно глубокая на нее он проедет должен проект так я зачем-то повышенно включил ну по сути не это ничего не дает он уже проехал все нормально так ну и двигаем на обычную грязь так но я предлагаю начать сразу с 4 почему бы и нет и посмотрим всю дорожку не будем проезжать так только начало зацепим так ну он у нас редуктором цепляет цепляет редуктором но потихонечку вот пожалуйста мы едем да он проезжает эту грязь да не быстро но он это он это сделает чем можно ехать на брод и так брод начнем с мелкого я думаю проблем не возникнет до спокойно даже до бампера если так можно назвать да вот эту вот конструкцию бампером не дошло ну и по половину колеса у нас вода примерно в принципе даже можно спокойно заезжать на такой брод рыбачить открывать дверцу в кунге и просто сидеть там теперь у нас брод поглубже и залетаем туда даже надписи не было интересно даже как а все вот воздухозаборник то вот друзья пожалуйста то есть здесь у нас шноркель если можно так сказать стоит уже в базе и вот он находится то есть толще воды должна быть действительно большой чтобы потопить данный трактор причем он так хорошо уверенно прям едет на самом деле скорость только скинул а так принципе все хорошо так ну и давайте скорость посмотрим только надо информацию сначала включить итак назад 16 километров в час назад пониженная 8 повышенная 14 и автомат 230 30 километров в час собственно вот он как по спидометру и едет при столкновении двигатель получает 74 урона и при этом показано что даже серьезно повреждается такие повреждения у нас происходит так теперь на топовом проверим скорость так скорость на мощном двигателе и по-моему специальной коробке скорость назад 17 пониженная минус 5 километров 5-6 пониженная где-то 8 пониженная плюс 19 повышенная 20 разницы особо нет автомат 5 ступенчатый кстати 35 36 36 и повреждения уже 99 но двигатель кстати повредился меньше возможно он просто надежнее еще то есть более устойчивы к повреждениям больше очков прочности ну и соответственно вот так ну и теперь собственно на испытание подвески по подвеске у нас кстати здесь она есть вот пожалуйста у нас мост идет рессоры спереди далее у нас я так понял это у нас пневматическая система потому что я не вижу каких-то ресор что-то типа того или там вообще подвески нету или там вообще нет никакой подвески то есть по факту просто мост и все и вот типа как хочешь так ладно посмотрим ну я уже заметил поезде что жесткостью она очень очень жесткая и сейчас мы проверим это на деле так начинаем как обычно с камней точнее здесь у нас скальная порода заезжаем у нас поворотная такая сослененная схема поэтому управление ну такое себе приходится ну как бы немножко бороться с машиной нормально она не едет по неровностям далее камни тоже отлично радиус разворота довольно большой камни с водой ну да хорошо едет но подвеска жесткая не отрабатывает вот сейчас как раз проверим ее на мелкой неровностях так заезжаем на неровности и начинаем скакать как козел ничего хорошего собственно из этого не получается машина скачет подвеска она отрабатывает но прям мне намного задние колеса пом вообще никак не отрабатывает мне кажется как я и предполагал там подвески в принципе нет даже передняя он как-то пытается смягчить задние прям вообще плохо так посмотрим на скручивание но фактически скручивание есть да но это настолько прям все странно работает что лучше ну как бы на таких частых неровностях вот плохо совсем вот она скачет поэтому поехали на другие неровности так посмотрим как это все в салоне вот так это все в салоне выглядит тут особо трястись то и нечему так и на скорости залетаем посмотрим убьется ли он или нет нет он не убьет хотя вот чуть-чуть там тет задевает чем-то двигателем это непонятно я даже не понимаю где он задевает я кстати забыл починить двигатель после удара но как бы урон по одному по единичке полная фигня даже не серьезно жопой кстати он пунктом бьется но урона нет так как ничего там жизненно важного так скажем нету так ну и собственно сейчас пойдем посмотрим ходы подвески так ну собственно начинаем ехать выбираем пониженную минус залазим и вот пожалуйста у нас ход передней подвески но собственно ходу у нас нет передней подвески вот сжатом состоянии в разжатом состоянии и вот максимальный угол получается отклонение у нас ну рамы да пусть или как она там называется вот этого шарнирного механизма то есть вот на такой угол он может скручиваться давайте дальше посмотрим что у нас с жопой ну вот собственно как я и говорил вот такой вот у нас угол причем морда по идее должна перевешивать ну ладно какая-то странная развесовочка что морда то намного тяжелее чем жопа как бы вывесить его довольно легко но здесь уже спасают блокировки вот эти все дела но управление прям вообще скверная ай ну и с весом конечно с вес довольно большой так ну собственно на этом у нас обзор закончен что можно сказать про эту машину трактор как трактор для игры он не такой функциональный на самом деле очень мало ситуации где эту машину можно применить конкретно это вытягивание какой-нибудь застрявшей машины откуда-нибудь опять же если мы берем легковую машину либо грузовую но такой средне-тоннажную это понятно но вот вытащит ли он какого-нибудь колоба того же самого вот здесь уже большой вопрос как техпомощь пожалуйста тоже можно у нас кстати у нас кстати 800 ремонтных очков и 6 запасных колес топлива при этом у нас с собой нет мы можем только из своего бака его налить то есть кого-либо заправить а бак у нас 340 литров вроде как много но то же время и топлива жрет он немало поэтому очень узкоспецифичная узкоспециализированная даже машина я бы так сказал в принципе в гараже можно иметь почему бы нет но вот на постоянку то есть на прохождение ну так себе а так очень даже прикольный необычный трактор на этом у меня все всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте ставить комментарии увидимся в новых видосах и стримах всем пока а